Виталий Хеми 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 для того, чтобы найти вот эти точки соприкосновения и вот чтобы как бы и областная власть, и в сторону социального парка какие-то демософтели было. И что я могу сказать, что на сегодняшний момент как бы диалога, ну, между сторонами, которые условно можно назвать противоборствующими, в общем-то нет. Почему его нет? Потому что для того, чтобы такой диалог был, нужно сесть как минимум за стол переговоров и хотеть слышать противоположную сторону. Вот. С теми товарищами, которые нарушают законодательство, ну, не удается такое сделать. Непосредственно, когда мы встречались в процессе попытки осуществить природоохранные мероприятия, они, ну, в мой адрес, например, кричали, что меня обманули, что ввели в заблуждение. Вот. Они говорят о том, что они, Тозловские лиманы, зарыбляли, хотя зарыбление это термин, который характеризует аквакультуру, то есть сугубо искусственные действия человека. То есть он создает какую-то среду, выращивает мальков, запускает их туда, понимаете? То есть тот процесс, когда запускают в лиманы саму рыбу, к которой человек, ну, не имеет никакого отношения, это не зарыбление. Они считают, что вот они делают это зарыбление, значит, и кто-то претендует на их вот эти действия. Вот. Поэтому, конечно, тут предстоит большая работа, видимо, к этой работе надо привлекать руководящих товарищей области, потому что другого варианта нет. Если руководитель области стоит на государственных позициях, он понимает, что природу нужно сохранить, и природа — это условия существования человечества вообще и местного населения, в частности, в Одесской области, причем речь идет об устойчивом развитии, когда последующие поколения должны получать такое же количество природных ресурсов, сколько и мы, то есть была рыба, вот сколько сейчас есть, она должна быть и дальше, а все делается для того, чтобы ее было все меньше, меньше и меньше, и в конце концов не было вообще. Вот. И печально для Одесской области, в том числе для Татар-Унарского района, что та выловленная рыба, которая, ну, сколько ее выловили, трудно сказать, но по предварительным оценкам, там из Тузовских лиманов выловили от 100 до 200 тысяч тонн, она нигде не учтена, потому что там, где, ну, дают сведения о выловленной рыбе, информации о рыбе, выловленной из Тузовских лиманов, вообще нет. Вообще нет. Показано 20 тонн с Черного моря, но все, кто чуть-чуть хотя бы понимает в этом вопросе, они смеются на вот это все и говорят, что, ну, то есть, может быть, не очень даже в теме люди говорят, конечно, это выловлено в лиманах, конечно, это выловлено на канале и ни в коем случае не в Черном море, потому что там за рыбами гоняйся, а тут узкий такой перешечек, где вся рыба тут идет. Ну, мы, короче, это все наблюдали, вот, то есть, деятельность тех товарищей, которые там ловили рыбу, не заканчивается тем, чем должна быть. То есть, если я правильно понимаю, речь идет о неучтенных порядка нескольких сот тысяч гривен, а может, даже миллионах гривен. Так, конечно, миллионы. На рынке килограмм кефали 100 гривен был. В Тузлах продавали по 50 гривен. Ну, это когда вы сами приезжаете, может, еще там оптом покупаете и так далее. То есть, вот неучтенный поток ресурса, причем, ну, важного для государства, для... Хотя бы для района. Посмотрим на инфраструктуру Татарбунарского района, посмотрим на дороги, посмотрим на обеспечение. Это вообще страшно. Так, и эти деньги могли бы идти хотя бы на развитие района. Это просто ужас. Еще губернатор не был в сезон курортный на этих территориях. Я думаю, что на курорты он еще не попал. Вот, и не был после курортного сезона, и не видел тот ужас, который там остается. То есть, куча мусора, который там остается. То есть, местные структуры, как бы, эти курорты не обслуживают должным образом. я думаю, что налоги не платятся в таком количестве, как полагается, и за эти курорты. То есть, отдыхающие платят не в полном объеме. А это было бы пополнение казны. Вообще, получается такой парадокс, вы знаете, вот Татарбунарский район вообще по природным ресурсам, ну, наверное, самый богатый в Одесской области. Потому что там разнообразные экосистемы, и особенно он обладает вот этой почти нетронутой прибрежной полосой, которая в пределах Черного моря только в Татарбунарском районе. Представляете, всего Черного моря в Татарбунарском районе. А люди сейчас, замученные вот этими коробками, которые в городах построены, рвутся отдохнуть на природу, хоть немножко подышать, на море посмотреть. Там же мы ходили вот вдоль всей этой косы прошли. Там есть места, где вообще ни одного человека. нет, понимаете? И ты просто смотришь налево, смотришь направо и никого не видишь. Где у нас такие места? Нету больше. Вот. И ну можно как бы поднимать этот район должным образом. Кстати, Степанов заявил о том, что после поездки в Килийские и Татарбунарские районы он уже ну так сказать посмотрел в сторону и уже начал работы по разработке концепции развития туристической отрасли в этом плане. Реона богатейшая, я с вами согласен, но Татарбунарский район мы в последнее время упоминаем вот в связке с Тарутинским районом. Мы плавно перейдем к нашей еще одной не менее важной теме, которая обсуждается с осени 2016-го и еще побольше, чем она обсуждалась раньше. Это конфликт экологов, биологов, в том числе местной власти с нашими военными. Когда будет поставлена точка в этом жарком споре? Будет ли она поставлена в ближайшем будущем вообще? Знаете, я думаю, она будет поставлена тогда, когда военные перестанут вводить в заблуждение всех окружающих. Когда они поймут, что закон для всех одинаков и что если в законодательстве Украины написаны какие-то вещи, то их должны соблюдать все, а не все, кроме военных. Я принимаю участие в заседаниях суда, который рассматривает вопрос распашки Тарутинской степи. Я была на заседаниях рабочей группы в министерстве экологии, которая проводилась совместно с министерством обороны, в нашей областной администрации то же самое. И я вплотную столкнулась наверное впервые в своей жизни с военными разного ранга, разного уровня, достаточно большим количеством. И мои впечатления от этого контакта в достаточной степени неутешительные. потому что когда военный прокурор читает первую часть предложения, которая ему нравится вслух, а вторую часть не читает или читает первый абзац закона, а второй абзац этой же статьи не читает, потому что он не нравится ему и как бы пытается доказать свою правоту. Но я как научный сотрудник с таким подходом не могу согласиться, потому что мы всегда, когда пытаемся объективно решить какой-то вопрос, мы, как говорится, и отрицательные для нас моменты изучаемые, положительные, что-то там середина и так далее. В общем, суть вопроса заключается в том, что военные сейчас в глазах общества преувеличивают свои права на эту территорию. Точнее, ну как бы по законодательству Украины у них нет никаких документов на эту территорию. Совершенно. они этот полигон образовали в 1946 году и с того момента никаким манером его не оформили и не оформили его при государстве Украина. То есть в соответствии с Закоменельным кодексом, другими документами. И вот у них ничего нет, потому что дневное заседание, в котором я принимала участие на протяжении наверное не менее трех месяцев пыталась от них вот эти хоть какие-то документы получить. Потому что если вы предъявляете, что вот это ваша территория документ, да, ну мне нравится, не нравится, но я вынуждена это признать. Правильно? Никаких таких документов они не предъявляют, но всем говорят, что это их полигон. А дело в том, что местная администрация и даже областная администрация в свое время писали в Министерство обороны это в пятом, по-моему, году, если я не путаю, в двенадцатом году уже этого столетия и спрашивали, нужен вам полигон, не нужен вам полигон. И там сначала написали, что предполагается к ликвидации, ну так сказать, еще в процессе, окончательно мы вам сказать не можем, а потом так и написали, что вот ряд полигонов предполагается к ликвидации и списочек дали. И в пятом списочке первым стоит вот этот Тарутинский полигон. Ну то есть военной части нет, земли непонятно, что должна была делать Тарутинская районная администрация, если она хозяин этой территории. Она делала все правильно, а военные говорят, что они выигрывают в судах, что им возвращают эту землю и так далее. Но с другой стороны есть такие суды, где выигрывает районная администрация, где подтверждается, что районная администрация делала правильно. Вот, и поэтому, ну, чтобы так не выражаться конкретно, громко, вот, мы скажем, что в данном, ну я скажу, что в данном случае военные превышают свои полномочия. Ну, речь идет не о всех военных, но вот, точнее, для наших зрителей, что идет непосредственно конфликт с Белогороднестровской квартирной эксплуатационной частью. Основная, как бы, заговорка. Я не знаю, вы можете это вырезать, а я так не считаю. И почему не считаю, я могу вам сказать, потому что вот я, ну как, по роду своей деятельности, да, один из методов научных исследований это наблюдение. То есть ты просто смотришь, наблюдаешь, анализируешь и как бы делаешь какие-то выводы. И вот мы, ну как обычные люди, вот вы как самостоятельная персона, то есть вас можно в чем-то убедить, вы можете, скажем, согласиться со мной, то есть вы сейчас считаете вот так, да, а я вам там что-то объясню, скажу, что вот вы не правы, а вот более правильно. То есть вы можете поменять свое мнение, сказать, да, я был не прав, а вот надо так. И как бы будете так считать. Военные не принимают решения, вот те военные, с которыми мы общаемся, они говорят, или у нас нет полномочий. То есть у них очень четко, ну как бы по их структуре вообще функционирования, очень четко вот это вертикаль. То есть я считаю, что все идет сверху. И они получили вот такой приказ, и вот они этот приказ выполняют правдами, неправдами, вот сказали так делать, и любыми способами нужно. То есть я вижу, как, ну, пока не было Степанова, они говорили одно, и тот же самый военный прокурор, вот которым я вам рассказывала. Появился Степанов, задал конкретный вопрос, ну, вот на последнем совещании, тот же самый депутат, этот прокурор смотрит письма, которые военные прислали, это Белгороднестровская кетч, и говорит, не, это персональное мнение начальника Белгороднестровской кетч, а тут вообще не написано, чтобы они договор разрывали, понимаете, совсем поехала другая песня уже. И когда я говорил о Белгороднестровской кетч, я конкретизировал, с чего как бы все начинается. У меня уточняющий вопрос в совершении программы, Максим Степанов говорил об оптимальном плане спасения и говорил о том, что статус степи может быть изменен с заказника в сторону национального парка. Что это даст в плане сохранения степи? Знаете, я бы очень хотела, очень хотела, чтобы вот эта информация, которая от Степанова пошла, соответствовала действительности. Но, к сожалению, я обладаю другой информацией, которую подтвердил председатель Одесского областного совета Урбанский. Это информация о том, что наш областной совет готовит скосувание этого статуса заказника местного значения, так сказать, с подачей военных. И вот это то, что нас в данный момент беспокоит больше всего, потому что это вообще глупость, нонсенс, как один наш знакомый сказал из Киева, дебильная идея, что территория чрезвычайно важная Украина, не только Одесская область, Украина вообще ее может гордиться, потому что у Европы такого нету. И если правильно разрекламировать, они тут поедут просто в плане научных исследований. Я сама наблюдала такие экспедиции или экскурсии, когда пенсионеры Запада ехали, то есть не специалисты вообще, а ехали, чтобы посмотреть эту степь, вот так в Херсонскую область ехали, записывали названия всех растений, то есть это людям интересно, понимаете. И второго такого участка нету в Украине вообще. Потом это объект с марагдовым режим Европы, уже не так сказать номинированный, а уже занесен в реестр Бернской конвенции. И если с этим объектом что-то случается, значит это прямой путь к конфликту в Европе. Это кстати Степанову заявил сотрудник Центра охраны дикой природы Риксбокс, который случайно приехал, ну для меня неожиданно например. вот это сказал, то есть в Европе тоже обеспокоены этим процессом. То есть вот это опасность такая. Мы конечно говорим о том, чтобы избежать дальнейших таких опасностей необходимо повысить статус этой территории, то есть делать национальным ее. И исходя из важности а я вам скажу там 38 объектов Бернской конвекции обитает 600 более 600 мы знаем эти данные основное это повышение статуса причем не просто повышение статуса не просто повышение статуса а придание самого высокого статуса который вообще может обеспечить Украина а Украине таких только три это биосферный заповедник природный заповедник и национальный природный парк биосферный заповедник требует 50 тысяч гектаров чего там нет природный заповедник требует полной охраны это тоже мы не можем потому что там выпасать надо ну и туристы если будут идти поэтому остается национальный природный парк поэтому вот о национальном парке и говорят ваша позиция нам понятна спасибо что ее озвучили напоминаю телезрителям что мы сегодня говорили в целом об экосистеме детского региона нашего при Дунаве спасибо Елене Поповой ведущему научному сотруднику национального парка Тузловские Лиманы приходите еще с хорошими новостями спасибо оставайтесь на репортере берегите себя до новых встреч в эфире